Герои. Пример — образ Гильгамеша. Удачливые молодцы, которые всеми подвигами были обязаны не самим себе, а какому-то могучему покровителю из числа богов — элиты Эля, обладавших волшебными предметами. То есть был запрограммированный герой, который должен был уничтожить то зло, которое таковым посчитает его покровитель, а затем погибнуть молодым. В общем, как решат боги на совете богов. В течение своей короткой жизни герои должны были задумываться о смысле жизни, искать бессмертие в теле, так как боги уже обладали этим бессмертием. А высшее проявление мужества — это должно было быть признание собственного поражения, развитое в последующей литературе до самоубийства героя. А ведь сегодня миллионы людей с детства мечтают быть похожими на известных героев-суперменов своего времени, из популярных на весь мир фильмов, сериалов, распиаренных при помощи СМИ. Такой вот тоже момент интересный, что почему здесь вдруг кадры катаклизмов? Ну это такой просто вопрос самому себе задаёшь. Когда вроде герои были герои-герои, а тут раз и кадры катаклизмов. А будучи взрослыми, многие, подражая им, рискуют своей жизнью ради воплощения планов мировой элиты. Ну и тоже достаточно чёткая линия проводится, что воспитание в человеке, вот это стремление быть героем, почему-то потом очень многие люди идут на смерть в неоправданных войнах, которые даже для здравомыслия человека не оправданы. Ну поскольку в странах, в народах, в цивилизациях культивируется герой как некий положительный персонаж, то есть быть героем — это, ну как дальше раскрывается, это отдать себя в жертву. Отдать себя в жертву за какие-то материальные внешние ценности. А по факту что? Стать субличностью. И что самое интересное вот в этом понимании героя, что ведь это архетип героя, архетип жертвы. Что современная психология предлагает? Она предлагает это воспринять как классические архетипы, которые находятся в основе мировосприятия людей, будто бы человек с этим рождается. И это мы видим в древних мифах, архетип путешествия, в сценариях, в литературе. Но сейчас ты понимаешь, что так ли это? Вот этот архетип героя, архетип жертвы — это искусственно созданное системой шаблонное мышление. Даже не ведая о том, на кого они на самом деле работают и для чего. Что получается, вот это вравнение человека на какого-либо героя, оно культивируется, подстегается, чтобы человек равнялся на кого-то в таком ключе. Выражение Ахиллесова пята для элиты — это был образец, что достаточно поразить героя в уязвимое место, чтобы его убить. А для простых же смертных образ жизни Ахиллеса закладывался как модель поведения для новых поколений смертных героев, где герой должен был знать, что ему суждено прожить короткую жизнь, и он должен был стремиться прожить ее так, чтобы слава о его беспримерной доблести сохранялась на века у потомков. И в целом вот этот архетип, что отдать себя в жертву за кого-то, за что-то, чтобы потом слава была в истории и так далее, можно увидеть, как это именно спланировано в обществе, утверждаются эти якобы важные для человека ценности. И тут показано просто, как оно зарождалось, почему системе как раз выгодно, чтобы у человека было такое мышление. И видишь себя даже в этих моментах, когда кумиры, авторитеты, к чему это в итоге приходит? То есть ведь оно изначально кажется вовсе чем-то безобидным, но что тут такого? Просто ребенок хочет стать суперменом, хочет помогать людям, хочет еще что-то такое вроде положительное. А по факту то, что в итоге оказывается нормальным отдавать свою жизнь за какие-то внешние приоритеты, то тут вроде бы как эту логическую цепочку и не озвучивают, что оно же к этому приводит. А здесь очень четко она показана, как это происходит. Жизни одного героя не хватало, чтобы воплотить все предначертания элиты богов. Поэтому в мифах укрепляется идея страдания героической личности и бесконечного преодоления испытаний и трудностей. Зачастую герой испытывает мучительную смерть, самосожжение Геракла, гибнет от руки вероломного злодея, тесей, по воле враждебного божества, орфей и полит. В результате образ Геракла находится на Олимпе, а тень его скитается в аиде. Вместе с тем подвиги и страдания героя рассматриваются как своего рода испытания, вознаграждение за которые приходит после смерти. Жрецы искали формулу, по которой люди всю жизнь будут жить в ожидании бессмертия, не работая над собой духовно, а тратя жизнь на укрепление власти жрецов и вождей. Откуда и пошли подмены, что с Богом человек якобы может встретиться только после смерти, а не при жизни соединиться с ним, духовно работая над собой. То есть ложная надежда. Да, и что в этом всём тоже по поводу образа жертвы понятно, что вот это же в целом, этот архетип жертвы, он проник в разные культуры. И там тот же брахманизм в иде, он тоже зародился именно с вот этой концепцией жертвы, которой до этого в единической культуре не было. Но с последствий, то есть это именно то, что было принесено во многие культуры, это вот этот архетип жертвы, то есть образ жертвенности, что человек должен чем-то пожертвовать Богу или чему-то. Хотя, как оно тоже интересно, подменило знание духовного мира, что истинная жертва, которую человек может принести Богу, это его животное начало. То есть это по факту, когда отказ, то есть это не то, что ты там даришь, это то, чего ты отказываешься. То есть отказываешься от диктатуры сознания и выбираешь жизнь внутри себя. То есть это настоящая единственная жертва, которую можно совершить человеку. А при этом, что за счёт таких разных моделей поведения совершается, если посмотреть факты, правде в глаза, то обесценивается жизнь человека. То есть жизнь человека, которая… Вроде-то каждому человеку сказать, что вот какая главная ценность у нас у всех общая. Мне кажется, многие ответят, что жизнь, потому что жизнь — это самое главное, единственное, что у нас есть. Это вот эта жизнь, возможность жить. И вроде кажется, на первый взгляд, ну конечно же, это главная ценность. Ну а разве события современного мира подтверждают то, что это сейчас главная ценность? Скорее наоборот. И в фильме даётся ясное объяснение прямо по пунктам, по шагам, как, почему так происходит, из-за каких моделей шаблонов сознания человека, что жизнь перестала быть ценностью. Даже не то, что перестала быть, а навязывается её обесценивание жизнью настоящей. А почему? Потому что утратились снова-таки исконные знания о том, зачем эта жизнь была дана. А сейчас это действительно есть. И потом, мало того, что оказывается, что читая исконные знания, ты понимаешь, что эта информация есть и в каждой религии, и в каждой культуре. То есть что она, ну скажем так, никуда совсем не девалась. То есть она в обществе была, но в подмененном состоянии, припорошенной плевелами, уже когда пропала ассоциация, там, да, где правда, где ложь, то есть пропала между ними грань. Хотя при этом, на самом деле, ведь от этого всё и отталкивается, когда человек истинно внутри себя чувствует, зачем ему дана эта жизнь, ценность своей жизни, ценность своего внимания, ценность того, кто он, зачем он здесь. И тогда уже начинает… Ну, видите, когда чувствуешь ценность своей жизни, жить, да, то никогда не променяешь её на что-то внешнее, временное и ложное. А сколько людей в мире мечтают о собственной карьере, о том, чтобы стать знаменитыми, прославить своё имя, запечатлеть в веках, чтобы о них узнали все? Чтобы о них узнали все. Для такого массового психоза созданы в потребительском обществе все условия руками самих же людей. Ключевым именем руками самих же людей. И не важно в таком масштабах мыслит то или иное сознание. Один мечтает возвеличить своё имя глупостью в интернете, выложив массу фотографий самого себя, а другой — гиперумом, выпустив тома научных сочинений собственной фотографией или назвав своим именем новый вид моллюсков. Сознание у всех работает шаблонно. Прославить своё имя. Да, вот этот момент, чтобы стать знаменитыми, ведь если посмотреть, то это, думаю, что каждый это может увидеть, что разбитие всей современной масс-медиа и соцсетей, оно ведь чем руководствуется, на что направлено? На то, чтобы каждый человек сегодня мог стать знаменитым, чтобы он мог выкладывать огромное количество фотографий в Инстаграм, огромное количество в соцсетях, вести свой блог в Ютубе. С одной стороны, сознание тоже задаёт вопрос, ну а как же, то что значит, отказаться от всех благ цивилизации, ничего это не делать? Да просто знать и понимать, как оно сформировалось. Потому что действительно это всё информационные инструменты, которые мы на сегодняшний день как цивилизация имеем, и от нас зависит то, как мы ими воспользуемся. И того, к чему мы как цивилизация приходим. Потому что вот этот момент достижения славы, известности, он ведь сейчас тоже, когда популяризируется, как что-то хорошее, мол, мечтай, и ты этого достигнешь. Но чего этого? То есть славы, получается, истории, которые в итоге закончатся, и это же совершенно не имеет отношения к настоящей жизни, ради которой человек здесь. Высокие технологии допотопной цивилизации, бессмертие в теле для избранных Эля, пролонгирование жизни за видовой предел. У разных народов сохранились легенды о былом времени, в котором есть интересные сведения о достижениях науки к допотопной цивилизации. В области медицины это пролонгирование жизни за видовой предел, то есть значительное долгожительство людей того времени, а также владение медицинскими технологиями омолаживания организма. Связаны эти легенды с напитками и едой бессмертных богов — амброзией, сомой, амритой в древнеиндийских сказаниях, молодильными яблочками в сказаниях народов Запада. И вот мы приходим к теме яблок, и становится понятно, почему и в начале Авалон было выделено жирным, что одно из значений этого слова исходит от яблок. Но это только один пример такой цепочки, которую можно провести, если действительно читать стоп-кадры и текст выделенный в них, то, что можно понять намного больше. То есть мы, когда цивилизация, достигшая какого-то приблизительного технического прогресса, мы видим, к чему, что может прийти. Есть примеры каких-то ассоциативных рядов в мифологии. И сейчас есть конкретная уже ассоциация, с чем они совпадают. Медицинские технологии омоложения. А что досталось во владение элите от эпохи грандиозных открытий науки в области омолаживающей медицины? Всего лишь косметические процедуры. В мифах упоминается, что боги могли управлять красотой и преобразовывать по своему желанию других людей с помощью определенных технических предметов, названных в сказаниях волшебными предметами. Например, у Гомера, богини Афина, одним прикосновением своей волшебной палочки, сделала Одиссея выше, прекраснее, завела ему кудри. Также Афина преобразила и Пенелопу накануне встречи ее с супругом, сделала ее выше, белее и вылила на нее мазь Амброзии, которой пользовалась сама Афродита. Что наша цивилизация, по факту, она пришла приблизительно к той точке, к которой на то время пришла Атлантида. Ну и кроме того, конечно, тут может быть кто-то и может сказать, что там, ну как бы, ну как там, мы же пока что еще у нас не продаются средства там от старости, чтобы не стареть, да, есть только разработки в этом направлении. Ну как говорится, что те разработки, которые доступны публичности, их можно спокойно умножать на 10 в отношении того, тех разработок, которые доступны, ну вот это слово, которое же новое значение приобрело сейчас элите, да, и на самом деле, что зачастую так и есть, что цивилизация, она еще на 10 шагов вперед зависит от того, как оно демонстрируется, что якобы эти разработки, те или иные есть. Вот казалось бы, да, здесь иллюстрируется история Атлантиды на примере того, что в современной цивилизации происходит. Но с каждым шагом, с каждым фактом ты идешь глубже понимания своего личного выбора, что я сейчас выбираю здесь. Но почему система заинтересована в пиаре такого шаблона, как бессмертие в теле и достижение вечной молодости? И почему акцентирует внимание человека на пиаре собственного образа и имени? Ведая исконные духовные знания и осознавая, что система изменяет его суть, можно понять, что ответ кроется в двух моментах. Бессмертие в теле ныне звучит как спасение и славление имени. Согласно исконным духовным знаниям, любой человек может достичь бессмертия при временном существовании своего тела. духовно развить себя с помощью глубинных чувств до такого состояния внутреннего духовного преображения, когда он, как Личность, как Дух, начинает жить в мире духовном. Важно знать, что бессмертным может быть только Дух, но не физическое тело и сознание. И тоже интересно, что в этой, всей истории в этом примере упирается всё снова-таки в подмену исконных знаний, то есть в то, что человек сам внутри себя о чём-то забыл и принял решение не верить другому. Но и в то же время и наоборот, это показывает, что возможно человеку сейчас выбрать именно жизнь. Узнать, но вспомнить, зачем она ему дана, самому прочувствовать это, потому что это тоже очень важный момент, когда говорится, что опыт человека, который нельзя сознанием познать и так далее, в действительности сознанием прекрасно можно понять структуру его работы, то есть можно понять его рабскую психологию, то есть то рабское модель поведения, которое оно нам навязывает как Личности. Но при этом в этот же момент что происходит, что ты как Личность чувствуешь свободу, потому что оно настолько чужое, то есть вот эти там модели, что ты еще раз как отдельно от себя их воспринимаешь и чувствуешь, и снова вот эта внутренняя свобода возможность к выбору рождает. Поэтому, пожалуйста, присылайте ваши видео на почту АЛЛАТРА ТВ и с большой радостью будем размещать их на канале. Спасибо вам большое!